привет мальчишки и девчонки также их родители довольно виделись вот ребята ходил я на рыбалочку вот видео не снял отдыхал семьей как бы не получилось снимал конечно но как бы что-то там не заладилось не получилось видео пытался выложить потом она как-то удалилась никто нажал никто сделал дело не в этом дело в том что я опять с вами так друзья повторение мать учения пришел мне вот такой вот усилитель с китая вот сюда вставляется 4 колоночки вернее две колонки по два провода возможно сюда вставлять если штекера играет радио антенка вытягивается очень помогает на рыбалке когда вида рыба не клюет включаешь серьезную музыку и рыба сразу сбегается ладно дело не в этом друзья сегодня у нас очередное видео про рыболовные насадки этого видео вы не увидите ни на одном канале ютуба я просмотрел вы не думаете что я сижу дома там и в носу нет я смотрю канал и просматриваю рыболовные новинки рыболовные насадки друзья такого видео нет первое расскажите друзьям покажите итак смотрим насадка наша будет сегодня на карпа карася плотву тоже отлично берет плотва на эту насадку что для этого надо для этого надо перловка вот мы берем перловку сделаем и две кучки потому что у нас есть два компонента вру ребята три делаем три кучки так друзья перловка обычная как варить вы ее знаете кто не знает расскажу покажу это значит как берете перловку кидаете в термос наливайте кипятка закрываете она там три часа париться достаете вот так вот дальше что мы делаем с перловкой первый способ это берете давайте друзья я вам применю немного камеру буду показывать от себя они к себе вот так вот первый способ это засыпать ее манкой вот так вот берем маночку и засыпаем скажете шок чему манкой засыпал зачем это надо но ребята смотрите перловка сразу из такой слизькой превратилась в мягкую что и зачем мы сделали мы засыпали ее манкой потому что манка к ней приклеилась и когда вы надеваете на крючок вот эту вот манку с добавлением перловки или перловку с добавлением манки она когда попадает в воду манка начинает от нее отлетать и создается муть рыба это видит и на нее идет но это больше на плотву но клейка тоже отлично берет на эту снадобье дальше ребята рецепт номер два мы берем что мы берем кофейную гущу ребята только об этом узнал недавно сказали мне очень старые рыболовы что этот рецепт очень их спасает помогает вот так вот насыпаем кофейную гущу перловочку перемешиваем карп от запаха это вот кофе вообще дуреет балдеет как бы супер и вот смотрите что у нас получается у нас получается вот вот в таком вот видим наша перловка тоже когда пускаешь воду от нее идет шикарная муть что привлекает рыбу и ваша наживка не останется незамеченной и третий компонент это панировочные сухари как бы ребята тоже очень немаловажная вещь многие говорят ой что там не дешево стоят что там с них будет ребята с них будет толк такой вот допустим даже если не панировочные сухари а желательно как я уже показывал печенье сладкое печенье поломать поломать в крошку и в перловочку ребята тоже смотрите она приклеивается вот рыба от этого балдеет и ваша насадка не останется незамечена я уверен ну секунд 30 вот друзья что едем и на карася там есть карп там есть плотва отличный водоем я беру с собой вот этих вот три насадки первая манка второго и кофе кофейная гуча дети панировочные сухари скоро я вам покажу это видео может быть это будет не удел а это супер или наоборот это супер это не удел ну как говорят друзья на рыбалку надо брать все с собой потому что если вы поедете только с одной манкой человек будет ловить на с добавлением кофе перловку ну подходите просить можно вас там пару горошин взять это конечно стыдно я такое не люблю сколько раз уже были такие случаи походил на рыбалку ловила червя человек ловит на тесто никогда я не говорю мужик отщипи мне там тесто ну лоханулся сам виноват вот на следующий день еду уже с тестом как бы и наверстываю пущего упущенное вот как так друзьям показал вам три вида насадки на карпа карася плотву уверен что на эту насадку возьмет и любая рыба если еще взять сыр и взять творог и творог смешать с перловочкой подкормить творогом я уверен подойдет линь вот как бы как то так друзья последнее видео которое я узнал это вот это такого видео вы не увидите нигде это супер прикормка супер насадка вы спросите почему прикормку я сказал да потому что это можно добавлять прикормку как говорится как на что ловишь на что переехали чем прикормлюешь на то и лови прикормил вот такой вот штукой на нее и лови прикормил вот такой вот штукой на нее и лови прикормил вот такой вот штукой на ее лови если вы прикормить им допустим там прикормкой с добавлением опарыша и будете ловить на перловку с добавлением манки результат будет конечно вялый. То же самое я могу сказать и про вот этот компонент. Ребята, запомните, правило номер один. Чем закормился, на то и лови. Есть много таких у меня примеров. Когда человек приезжал на рыбалку, он брал простой хлеб с картошкой, мял, добавлял туда песок и ловил на хлеб с картошкой. В такой виде вы уже видели. В него клюет. Другой приезжает, накидал туда хлеба с картошкой, ловит на опарыша, у него результат ноль. Потому что рыба приходит, она чувствует хлеб, она чувствует картошку. Особенно карась. Забыл сказать вам про карася. Особенно карась. Он клюет, он любит хлеб с картошкой, он любит подсолнечное масло, он любит ваниль. Когда у него под боком висит опарыш, но ему на него, если честно, грубо выражается, фиолетово. Так что, друзья, прежде чем подготовить к себе насадку, сделайте такую же и прикормку. Вот как-то так, друзья. Что еще хотелось бы сказать. Впереди выходные. Есть у меня пару водоемов отличных, куда можно съездить. Ну, ребята, хочется спиннинг покидать. Вот эти все, что я сегодня вам показал, это чисто для вас. Может, кто-то ссобался на рыбалочку, не знает, что с собой взять. На карасевую, на плотвиную, на карповую. Берите это. Уверен, результат остается ждать. Вот, ну, как бы у меня уже спиннинг заржавел. Такое выражение есть. Есть у меня с Китая, я вам показывал. Да, ливень пошел, не смог я половить. Очень обидно было. Вот, ну, не расстраиваюсь. Я все равно их испытаю, покажу, расскажу. Плаваю на лодочке уже, друзья, на барке 260. Вот, как бы тоже супер. Интересно было. Одна история, я вам расскажу. Был на речке, стоял мужик по колену в воде. Ну, я рядом лодочку спустил. Я заплыл, конечно, там был. От берега метра два камыш. Я, спускаю лодочку, заплываю за камыш. Он стоит по колено, кидает под камыш. Смотрит на меня. Я вот такую вот плотвичку ловлю. Он зашел чуть выше колена. Все равно ноль. Я под камыш кидаю, у меня одна за одной. Мужик не выдержал. Уже все. Во, по груди стоит, в воде пытается докинуть. Там, друзья, все равно болото, там эти кувшинки. Не получается у мужика. Вот так что есть такие вот моменты, что чтобы у вас не было, какая бы насадка не была, ну, ребята, надо или лодка, или там специальные снасти. Потому что кто-то может сказать, что вот я ловил, не клювало. Потому что ты ловил не в том месте, не в то время. Один может стоять с берега ловить, и у него не клювало. А я отплыву метров пять от тебя, и буду ловить, и у меня будет вот так. Так что, друзья, собираясь на рыбалку, готовьте снасти, покупайте лодки, покупайте шикарную насадку. Хотя, насадка вся есть у вас на кухне. Все, что вы едите, то и ест рыба. А покупать специальные дорогие трактанты, покупать бойлы, ребята, это уже, я считаю, не стоит. Пустая тракта денег. Вот как это так, это не мои слова, это слова рыболовов сорока, с тридцати, с пятидесятилетним стажем. Все, ребята, всем пока, до новых встреч, скоро выходные, обещаю вам, покажу, расскажу про вот эти вот компоненты. Вы увидите, сами убедитесь, может обломаюсь, а может на что-то испоминаю. Я не уверен, что именно будут клювать на ту или на ту. Проверим, что покажет, покажу, расскажу. Что не покажет, соответственно, не покажу, не расскажу. Все, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем грозные комментарии и все у нас, ребята, будет, как всегда. Вот так. До новых встреч, канал Органное Включение рулит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok